Мы беседуем с членом жюри нашего проекта Александром Егорским. Он является экс-солистом легендарной белорусской группы «Песнеры». Ливоны «Песнеры». Замечу, что несколько коллективов «Песнеров». Один из них под руководством Александра Демешко, это барабанщик из первого легендарного состава. Была такая группа, она просуществовала несколько лет, но мы уже успели очень хорошо заявить о себе. Группа, которая была самая приближенная, наверное, к первому легендарному составу. Ливоны «Песнеры». Почему Ливоны? Потому что это первое название «Песнеров» в переводе «балагуры», «весельчаки». Но потом им пришлось поменять название на более звучные «Песнеры», чтобы идти дальше в свой славный путь. Ну, ваш путь был славным, потому что вы даже получили звание «Хрустальный голос» и неоднократно. Вот об этом тоже немножечко расскажите. Это не случайно, когда человеку неоднократно присваивают такое звание. Ну да, вы знаете, «Хрустальным голосом» я сначала становился по разным статьям в СМИ. Вот меня там любили называть «Хрустальный голос России», ну, а потом как-то мне присудили номинацию «Хрустальный голос» на одном мероприятии, потом на втором. И вот как-то «Хрустальный голос» за мной и привязался. Я сам себе его не выдумывал. Спасибо вам за ваш голос. И спасибо за то, что вы поддерживаете вот такие молодежные проекты. Скажите, пожалуйста, вы первый раз принимаете участие как член жюри в проекте Сергея Филимонова или уже у вас был такой опыт? Вообще опыт был у меня именно как член жюри на разных конкурсах вокальных. Но я бы не сказал, что мне это очень нравится. И вообще я считаю, что у нас пока нету достаточно такой профессиональной начинки, профессионального судейства, ну и вообще системы профессиональной вот именно в плане жюри. Потому что очень многие, допустим, дети или подростки, они обижаются, когда по тем или иным причинам им не прислуждают места. Вот. И будучи талантливыми, может быть, пишущие и творческие люди, они их зарубают, и на этом все у них останавливается. Вот. Поэтому вот поговорив с Сергеем Филимоновым, мы пришли к выводу, что в принципе здесь я могу у него поучаствовать, потому что это более такой лояльный и интересный конкурс, где действительно мы прослеживаем творческих, интересных и талантливых людей, которым, возможно, по заслугам мы уже дадим ход в будущее. И я считаю, что правильного конкурса, вот сформированного, чтобы все было вот как надо, ну его пока что еще даже вот у нас в России нету, не придуманы еще такие правила и такие конкурсы. Ну, я занимаюсь этим. Обязательно я такой конкурс сделаю. Наверное, это будет больше фестиваль, фестиваль талантов, где все будут рады и счастливы по итогам. То есть, на ваш взгляд, правильный конкурс – это фестиваль, где оценивают каждого участника именно по его каким-то индивидуальным качествам. То есть, если я правильно поняла, ваш подход нельзя унифицировать всех и какие-то общие критерии выработать. Именно поэтому. Вот у вас какие критерии, когда вы оцениваете? Вы знаете, вообще, если честно, талант вот именно вот таких душ, спущенных Господом Богом на землю для того, чтобы оздоравливать, делать лучшие наши души, их не так много, вот настоящих, истинных певцов. Такие души, ну, их может быть, я не знаю, до сотни в каждой стране, но не больше, да их и не должно быть больше. Именно вот эти вот люди, и они являются вот этим, так сказать, лечащим таким эликсиром для нас. То есть, это есть врачи, да, есть вот те, кто вот лечит души, да, своими красивыми тембрами голоса, своими песнями. Вот, и я считаю, что вообще конкурсов-то среди них делать и не нужно даже. Вот, если честно, мое мнение. Среди спортсменов, да, это совершенно другая категория людей. Там соревновательный уровень, он необходим. Вот, здесь соревновательного уровня не должно быть. Поэтому, еще раз повторяюсь, что, да, вот этот конкурс, который проходит сегодня, это больше на выявление талантов. Я пришел, чтобы не кому-то дать там призовые места или большее количество баллов, а чтобы выявить для себя, ну, пусть даже один, если человек вот сегодня будет такой яркий и интересный, то уже постараться для него в будущем что-то сделать и внести свою лепту, как уже более старший и человек, у которого на это есть какие-то резервы и полномочия. Вот, поэтому вот с Сергеем Филимоновым, я думаю, что мы таких людей сегодня обязательно выявим. Спасибо большое вам. Спасибо большое и спасибо за то, что вы все-таки будете присматривать здесь на проекте «Шаг со звездой» участников для своего будущего проекта. Успехов вам. Спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо. 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 Спасибо.